Давным-давно был Новый год. У графа Орлова был в тот момент повар-француз. Так вот, он и придумал это мясо, которое на сегодняшний день уже претерпело массу всех изменений, но изначально, как утверждают старожилы, оно было совсем иным. Ну, то есть праздничным блюдом. Я вот к чему. Часто его называют мясо по-французски, но сколько претерпело изменений оно? То есть оно превратилось просто в какой-то слоеный пирог. У меня уже был ролик про мясо по-французски. Это же говядина Орлов. Не сравнивайте ее с мясом по-французски, потому что это немного другое блюдо. И я хочу, чтобы вы на праздничный стол поставили его. И дальше у меня тут кусок, это вырезка из лопатки, называется топ-блейд, мраморный, дорогой, потому что праздник же все-таки. Раньше, когда не было мраморки, брали кусок телятины, потому что телятина помягче, ну и, соответственно, вроде как и готовится довольно быстро. Значит, можете, конечно, взять и кусок телятины, это будет неплохо. Смысл всего лишь в том, что это довольно простое блюдо, и не надо его превращать в какой-то культ французской кухни, в хруст французской булки. Значит, главное зачистить кусок мяса от пленок. Все, мясо готово. Опа, накроем. Значит, далее у нас происходит вот что. Ну, ничего страшного, что здесь тоньше кусок, здесь толще кусок, кусок может быть совершенно любым. Главное, поэтому все. Соль, значит, пока что. Духовка у меня разогрета, соль у меня сыпется на мясо. Значит, пока мясо посолилось и ждет своего часа, быстренько делаем вот так. Режем арбузные дольки из луковицы. Крупно-крупно прям режем. Вправляю сразу же в сковородку. Вторую часть. Растишку. Растишку чуть-чуть добавляем. Соли чуть-чуть. И, соответственно, бекончик сюда. Значит, бекончик, бекончик. Как мы его тут режем? Опа. Нам важно что? Нам важно, чтобы лук обварился. Нам не нужно его жарить до готовности. Бекончик, бекончик. Тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, вот так вот мы достаем 10 штучек. 10 ленточек и отправляем сюда. Все, на полную у нас тут жарится все это. Хотите, можно поотрывать это все друг от дружки, чтобы у нас там это обжаривалось. Ну, тут не принципиально. Нам важно, чтобы это все всего лишь термообработалось. Тем более, у меня же есть волшебная горелка. Грибы толстыми кусками. Я нашел в магазине самые огромные шампиньоны. На меня еще продавец посмотрел так, типа, все стараются маленькие шампиньончики. А я такой, типа, есть самый большой? Он говорит, да, вот. Они, наверное, просто у него в коробочке выросли до такого размера. Никто не хотел их брать. Все хотят маленьких. Хотя, какая разница? Одно и то же. Парадокс. Люди любят крупную картошку и мелкие грибы. А я, например, люблю, как повар, мелкую картошку и крупные грибы. Потому что мелкую картошку, хоть и неудобно чистить, зато она моложе, вкуснее. Ее три штучки использовал или четыре, и все. Все, одну огромную, одну, вот, вот, хорошо, я один дома остался. Вот одну огромную я сварил, и что я с ней буду делать? Половину съел там, да, или пузо себе отращивать. Ну, так тоже, конечно, можно. Все, обжариваем. Просто помогаем горелочкой. Непростая эта работа, из болота тянуть бегемота. Крупные куски переворачиваешь, они норовят выскочить оттуда. Ставим тут же обратно. Лук с беконом, грибами можно так есть. Можно даже ничего не добавлять сюда. Смотрите, что я делаю. Раскаляю опять сковородку. И уже сюда кладу кусок мяса. Каплю растишки. Каплю, 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 каплю. Кстати, говядина. Говядину вы очень хотели на Новый год. Поэтому это один из тех продуктов, за которые проголосовали вы лично. И я с вами полностью согласен, потому что это реально вкусно. Ну, вкусно. Тут что, как бы, крутинь, не крутинь. Жарим. Говядинку жарим, жарим. Жаль, что масло быстро выгорает в процессе обжаривания. Нам нужно сделать карамельную корочку красивую. Ого, у меня домывая завеса какая здесь. Ю-ху. Горелка имеет еще интересное свойство. То есть, помимо того, что она обжаривает мясо, если вы направляете ее на мясо. Она еще, у нее же пламя не твердое, а мягкое, обтекающее. Она еще нагревает саму сковороду. Вот это прям очень-очень надо, когда вы жарите большой кусок мяса. Мясо крадет у сковороды температуру. А горелка помогает. Я вырубаю плиту и достаю такую формочку. А вот сюда я кладу мясо. Дуся, скажи, вот ты тоже офигела, да? Ах, как вкусно пахнет мясо. Говядина, это всегда радость в доме. Это выключил, но духовка у меня работает. Теперь делаем вот что. Совершенно удивительно невероятный ход. Вот, вот смотрите, мясо внутри сырое, сверху слегка обжаренное. Делаем надсечки, вот такие, опа, почти до самого конца. То есть получается, по сути, у нас вот такие должны получиться стейки. Все, тонкий кусок не буду резать. Значит, теперь нужно положить в емкость для запекания. Прикольно выглядит. Поливаем соком, который образовался у нас от нарезки мяса. Далее, то, что у нас получилось, этим мы фаршируем мясо. Лук, бекон, куски грибов. Представляете, как мясо, которое будет стоять в духовке, пропитается вот этими вкусами. Запах копчения. Собаки оттоптали ноги мне все. Конечно, вкусно пахнет, я понимаю. Спасибо тебе, Дуся, что не визжишь, как сумасшедшая, что тебе надо пожрать дать. Ну, скоро это произойдет, я чувствую. Получается вот такой фаршмак. Солить внутри не надо. Бекон соленый, этого будет достаточно. Достаточно одного бекона. Бекона, таблетки. Прям не стесняйтесь, руками набивайте туда. Во-первых, лук сладкий. Грибы дадут свой аромат. И воду еще дадут дополнительную. Значит, если у вас вдруг что-то осталось, просто возьмите и вот сюда добавьте сбоку, чтобы снизу там все это пропитывалось. Поливаем все это жижей, которая у нас образовалась от бекона и лука с грибами. Шикарное блюдо, шикарное. Это стейки. То есть вот в таком порядке получается очень вкусно и экзотично. Так, теперь яблочко. Вот смотрите, все норовят в мясо засунуть картофан. Я тоже не исключение. Но на праздничном столе добавьте какую-нибудь сладость в блюдо. Вот так вот. Яблоко, говядина. Вообще шикарно будет. Шикарный вид. Чистая Франция. Чистая Франция, эпоха Ренессанса. Графа Орлова там не было, конечно, но животрепещущий вкус и великолепная картинка с императорского стола вам обеспечена. Так, это яблоки. Теперь осталось добавить пару кусочков сыра. Никакого бешамеля, никакого майонеза, никакого совдепа не будет, друзья. Будем делать все максимально гламурно, по-французски. Перфекто. Мы должны сделать так, чтобы наши соседи, ваши соседи сказали, Мария Ивановна, шикарный вид. Конечно, так и должно быть. Это же Новый год. Нужно стол превращать в праздник. Вот так вот. Нафаршировали теми ингредиентами, которые я вам рассказал, показал, дал. Теперь обильно посыпаем перцем. Досолить себе, досолить уже в тарелке, если вдруг кому-то будет мало соли. А вот ароматный перец завсегдатой говяжьих движений. Опа! Ох ты, там у нас уже 250 разогрелось. Если ее не открывать, ставим вверх-вниз, чтобы все равномерно грелось. Какой-то есть намек на конвекцию. Если у вас есть конвекция, то, пожалуйста, используйте. Мясо должно быть не в усмерть. Аккуратно тут главное. Это по-настоящему. Вкусно и ароматно. Даже я бы сказал, шикарно. Шикарно просто на праздничный стол блюдо. Пока оно горячее, нельзя его зелень никакой украшать. Но когда на стол поставить, он начнет остывать немножко, тогда уже можно зеленым луком там чем угодно посыпать. Полить можно майонезом, все залить напрочь. А давайте мясо достанем на белую прекрасную доску. Вы спросите, почему не стал на противне делать. Но оно развалится все на противне. Оно здесь должно быть такое, знаете, как бы в рамках приличия, в рамках неприличного приличия. Горелочкой. Дали мы все-таки жару. Так, ну что, давайте посмотрим, что у него внутри. Вдоль разрежем. Так, не особо видно. Ну и, соответственно, вот смотрите. Надо пробовать. Так выглядит в разрезе. Все слои. Здесь вот бекончик дает вкус. Там вот грибочки запеклись, яблоки сладость, сырок потек немножко. Сока. Кровищи полно. Так, давайте. Понятно, что с кровищей там сейчас вы сейчас меня банить начнете. Я такое мясо люблю, чтобы оно было мягкое, сочное, вкусное. Пепперстейк. Слушайте, ну, я как человек, который говядину любит больше, чем все остальное мясо, даже больше, чем курицу, могу сказать, что вот это мясо по-французски, оно, конечно, гламурное. Оно не просто гламурное, оно суперское и праздничное. Поэтому кто будет добавлять сюда горчичку, нужно соус вот этот загусить крахмальчиком немножко. то, пожалуйста, не забывайте, что вы не одни за столом и не наседайте на этот кусок мяса. Дайте другим тоже попробовать. Приятного Нового Года, господа. Вкусного Нового Года вам!